ПЕСНЯ 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 Послали нашу Бога! Сейчас. Люди приветствуют звезд, когда выходит какая-то звезда на сцену, да? Это не про нас. Но выходит звезда, и все люди сходят с ума, они начинают хлопать, воздавать, становить какую-то честь. Но Библия говорит четко и понятно, Иисус Христос есть звезда утренняя. Утренняя звезда, дорогие друзья, это восходящее солнце. И когда восходит солнце, все звезды что? Исчезают. Поэтому когда сегодня Иисус хочет явить свою славу в твоей жизни, ничем ли более достоин, чтобы он и сломал, он всего сердца аплодировал ему, воздаем уже эту славу! Аплодисменты! Аплодисменты! И давайте буквально несколько мгновений помолимся. Как умеешь? Может быть, ты никогда вообще не молился. Ничего страшного. Иисус слышит людей. Написано, что Он вникает во все дела. Его ухо внимательны к тебе. Писание, Библия, Слово Божие, оно говорит о том, что сотворивший глаз не увидит ли, и сотворивший ухо разве не услышит? Твой шепот из самого сердца будет слышен Богом. Твое тихое биение внутри, желание, оно слышно Богом. И я хочу, чтобы сегодня Бог ответил тебе на твою молитву. Поэтому давай, дорогой друг, буквально одну минуту мы сейчас склоним свои головы перед тем, кто этого достоин. Тот, кто есть звезда утренняя. Когда Он будет сходить в твоей жизни, поверь, что все, что тебя волнует, как эти звезды ночью, они погаснут при рассвете. Написано, народ сидящего тьме, даже если в твоей жизни есть тьма. Написано, увидел свет великий. Отец, Отец Небесный, мы склоняем сегодня свои головы перед тобой. Мы знаем, ты творец чудес. Ты творец невероятных чудес в жизни тех, кто вполне предан тебе. Надеющихся на тебя, боящихся тебя. Мы сегодня склоняем свои сердца перед тобой. Ты можешь сказать им эти простые слова. Я склоняю свое сердце перед тобой. Твори то, что ты хочешь в моей жизни. И да будет тебе вся слава, Отец. Давай восплещем ему от всего сердца. И, дорогой друг, я хочу, чтобы ты был дружелюбен. Обними кого-то рядом, не стесняйся. Вожми руку, если сильно стесняешься. Скажи, это здорово, что ты здесь. И ты можешь присаживаться. Мы чуть-чуть поговорим. И я хочу сегодня, дорогие друзья, сказать вам, ради чего мы здесь. Я со своей командой, мы приехали из Беларуси, из солнечной Беларуси. И мы очень любим Украину. Мы часто здесь бываем. И хочу, прежде всего, поблагодарить Бога, конечно. Но еще и так же хочу поблагодарить наших друзей, которые сегодня нас пригласили. Это вот Андрей и Нина Ковтуны. А может, кто-то вас, может, не знает еще. Не дай Бог. Давайте Богу поаплодируем за ними. Хочу также поблагодарить пастора Василия за то, что он с нами сегодня. И такая молитва была сильная за Украину, за болезнь. Просто замечательно. Я очень люблю Украину, еще и потому, что мой отец, он украинец, он из Хмельницкой области. Поэтому где-то мы чуть-чуть даже родственники. Слава Богу за Украину. Аминь. Давай воскресим Богу за Украину. Я хочу сказать, дорогие друзья, что мы сегодня хотим сделать. Мы хотим помолиться за каждого человека, кто в этом нуждается. И, конечно, мы помолимся за исцеление, кому оно нужно. Я знаю, что сейчас вообще трудно найти иногда здоровых людей, потому что дьявол не спит, болезни, знаете, бродят. Но сегодня есть ответ на это все. И, конечно, мы помолимся за исцеление. Мы помолимся за разрушение всякого проклятия, если оно еще давлеет на твоей жизни. Мы помолимся за твою свободу. Для чего так важно всегда рассказывать, что Бог делает в твоей жизни? Хочу вам чуть-чуть зачитать из Писания. Есть такая книга страшная, называется «Откровение». Слышали за нее? Все там обычно, кто хочет про сатану найти, они туда в эту книгу лезут. Ну а мы сегодня говорим о славе Божьей. И в книге «Откровение» в 19 главе, в 10 стихе, вот говорятся такие слова. Послушай очень внимательно. Это тебе сегодня поможет. Апостол Иоанн, он описывает, как он разговаривал с ангелом. И здесь написана вот эта встреча. Апостол Иоанн говорит, «Я пал к ногам его». Вот если ты увидишь ангела, возможно, ты тоже упадешь. Написано, чтобы поклониться ему. «Но он сказал мне, смотри, не делай этого. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова». И дальше говорит ему, «Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Кто-то может сказать, ничего не понятно. Для этого я сегодня хочу объяснить. Смотрите, произошла встреча обычного человека. Сейчас мы называем его апостол Иоанн. На самом деле он был апостолом. Иисус посылал его служить. Посылал исцелять. То есть, ну да, он был посланником. Но дело в том, что он был такой же человек, как ты и я. И вот он описывает, когда его диалог состоялся с ангелом. И говорит, у меня было... Ну, я перевожу, да, то есть расшифровываю. Он говорит, у меня было такое внутри благоговение от всего, что он мне говорил. Что я упал к ногам его. Захотелось ему поклониться, этому ангелу. И ангел ему говорит, не делай этого. И дальше говорит о своем статусе. Он говорит, я сослужитель. Иными словами, я такой же, как и ты. И как те братья твои. Имеется в виду братья по вере. Которые имеют свидетельство Иисусова. Хочу сделать вывод первый, который тебе сегодня нужен. Небеса называют себя твоим соратником, помощником. Подсказчиком, сотрудником, как хочешь это называй. Тогда, если ты имеешь свидетельство Иисусова. Что это такое, свидетельство Иисусова? И он говорит, что это такое. Говорит, свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Возможно, ты никогда вообще не был в церкви, и я сейчас говорю для тебя на иностранном языке. Я буду объяснять очень просто. Хочу задать один вопрос. С чем у тебя ассоциируется слово свидетельство? Подумайте. Две секунды. Свидетельство. Как юрист по образованию, я тебе могу сказать. Свидетельство – это рассказ о том, что было. Верно? Ну, свидетельство. Когда говорят, засвидетельствуйте. Он рассказывает, вот как сегодня наши дорогие. Дорогие. Они сегодня рассказали о том, что было. Рассказ о том, что сделал Иисус. Аминь. И дальше он вдруг говорит удивительную фразу. Он говорит, вот это свидетельство, рассказ о том, что было – это дух пророчества. Теперь я тебя хочу спросить, а что такое пророчество? В общепринятом даже смысле. Хм. Пророчество, ну это как бы мое первое знание о слове пророчества было таким. Это рассказ о том, что будет. На самом деле это одно из предназначений пророчества. Но пророчество включает в себя, прежде всего, рассказ о том, что будет. И тогда возникает вдруг какой-то странный парадокс. С одной стороны. Рассказ о том, что было, является рассказом о том, что будет. Вот что сокрыто в этой фразе. Вы видите это? Еще раз. Свидетельство Иисусова – это дух пророчества. Когда ты рассказываешь о том, что сделал Иисус, вдруг в духовном мире происходит какое-то действие, приводящее в движение силу для того, что еще будет. И вот это здорово, мне нравится. Тебе это нравится? Почему люди иногда спрашивают, что вы все проповедуете, что вы все рассказываете? Мы даже по этому городу ходили, к нам подходили некоторые люди, их было очень мало, в основном у вас очень открытый народ, приятный. И они говорили, что вы тут все агитируете? Но тем не менее. Почему вам так надо за это рассказывать? Какие-то сказки, кто-то скажет, какие-то рассказы за прошлое, что это даст мне? Что мне даст рассказ о каком-то человеке, который жил две тысячи лет назад? Какое-то отношение ко мне имеет. Да. Если не принимать внимание вот этот закон, факт. Дело в том, что то, что он делал даже тогда, это рассказ о том, что он хочет делать прямо сейчас. И здесь он говорит, так вот, если ты в это веришь, говорит ангел, я твой сотрудник. Небеса сотрудничают с теми, кто мыслит именно так. Если он это делал тогда, он это сделает сейчас для меня. У меня есть люди, которым не так, может, посчастливилось, как вам. Они никогда в своей жизни не видели чудес. Никогда никто из их окружения не мог похвалиться, что его Бог исцелил. И знаете, что они делали? Они буквально, я просто, может быть, скажу так грубо, они грызли Библию. Говорят, ну если это правда, что здесь написано. Ну если это правда, что ты Иисус исцелял, и ты сейчас сидишь на небесах. Я хочу, чтобы это сейчас произошло. И они включали, сами того, может, не понимая принцип, вот, духа пророческого. Они говорят, если это было тогда, пусть это будет сейчас. И если это было тогда, пусть это будет сейчас. И добивались, чудо происходило. И тогда они становились живыми свидетелями. Для тех, кто мог сказать, ну это было две тысячи лет назад. Вы слышали такое? Ну чудеса тогда были, сейчас их нет. Исцеление это было для того, чтобы люди поверили. Разве не нужно нам сейчас исцеление, чтобы поверить? Иисус сказал, если не увидите чудес, не поверите. Он признавал, что вера в человек, она где-то зависит от чудес. Не все поверили. Находились фарисеи. Это такие религиозные люди. Мы их называем люди с такой железной кастрюлей на голове. Которые говорят, что верят в Бога, но они не верят в живого Бога, который может сегодня что-то делать. Однажды у меня был разговор с одним человеком на улице. И я ему говорю, ответьте мне, пожалуйста, на три вопроса. Первое. Верите ли вы, что Иисус Христос когда-то жил? Он говорит, да, жил, верил. Я говорю, верите ли вы, что Он когда-то умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания? Я такой, знаете, ничего лучшего не мог тогда придумать, это давно было. И он такой, призадумался такой, жил. Ну да, мы слышали, что Его распяли. Воскрес. Ну мы же на Пасху говорили, Христос воскрес. Ну ладно, хай будет воскрес. И я говорю, верю. А я ему потом дальше говорю. И третий вопрос. Верите ли вы, что Он сегодня жив? И тут у человека что-то в голове начало там какое-то замыкание. Он глаз там задергался. Говорит, ну умер. Ну-ка, все умирают. Воскрес. Ну пусть будет воскрес. Праздноем же. Ну сегодня жив. Вы меня извините. И я говорю, так а куда он делся? И он такой открывал, разыграл, пока мне не надоело. Я говорю, ну, хорошо. Самое удивительное, что Христос вчера, сегодня, в веки тот же. Как Он делал это тогда, знаете, находились люди, которые включались в этот процесс, в дух пророчествования, когда говорили Богу. Вот как Леша говорит, ну если ты на самом деле, сделай это для меня, освободи меня по-настоящему. И получали свое чудо. А что говорит Иисус на эту тему? Иисус возмущается, когда ты не думаешь именно таким образом. Я хочу тебе сегодня привести один пример. Он записан в Евангелии от Марка. Марка, 8 глава, там написана такая история. Я сейчас вам покажу отношения Иисуса. Как Он за это думает. Потому что это тебе может показаться. Ну это ты так, знаешь, тут раскатался, так грамотно вроде, да. Но Иисус Он так думает. Там описывается история, когда Иисус, Он захотел переплыть через озеро, ну большое озеро, море, да. И все влезли в лодку, а они поплыли. И Он там что-то начал им заучение говорить. И вдруг у них возникает испуг такой, страх. Они говорят, мы забыли взять с собой хлеб. Что мы будем есть. И Иисус написано, 17 стих, 8 глава Марка. Написано, уразумеет. То есть Он быстренько смекнул, о чем Он говорит. Они говорят и говорят. Что вы рассуждаете, что у вас нет хлеба? Еще ли не понимаете? Еще ли не разумеете? Видишь, Он возмущается. Еще ли окаменело сердце у вас? Имея очи не видите, уши не слышите и не помните. А что они должны были помнить? И Он говорит, перечисляет два факта, когда из отсутствия хлеба, из-за этой ситуации, Он вышел с помощью чуда. Он говорит, вы что не помните, когда я пять хлебов разломал и накормил? Сколько там? Пять тысяч человек. Вот бы нам такого Иисуса, да? На самом деле, когда Он это сделал, люди посмотрели и говорят, давай его царем сделаем. Это же так здорово иметь такого президента, который бы стоял бы и хлеб ломал. И всем тут хорошо там, но он не захотел. Почему я это говорю? Потому что не это ответ в твою жизнь. Дальше Он говорит, а второй случай, что забыли? Он говорит, когда я семь хлебов для четырех тысяч, вы еще остатка там, говорит, сколько корзин собрали? Кусочков? Он говорит, семь. И Он говорит, как вы не понимаете? Говорит, как вы не понимаете? Вы слышите, что говорит Иисус? Он приводит им пример, когда Он с помощью чуда добыл хлеб для огромного количества людей. Еще раз хочу акцентировать ваше внимание вот на что. Дело в том, что за Иисусом ходили толпы. И знаете, что было интересно? Они иногда сдавали денюжки. Они жертвовали. Там написано, что люди поддерживали это служение своим имением. И вот Он мне сказал, дорогие, давайте верить нашему Отцу. Мы переправимся на ту сторону, снова соберется толпа, и будут пожертвования, и мы купим хлеба. Чего вы так переживаете? Он сразу заговорил с ними языком сверхъестественного. Он рассчитывал на то, что имея перед своими глазами два вот этих свидетельства в этой области, два чуда, они уже будут верить, что да какие проблемы? Нет никаких проблем, потому что Иисус, Он хочет, чтобы ты... И Он им в конце говорит, как вы не помните? Ну как вы не понимаете? Я когда сегодня показывал вам этих двух людей, трех даже, мог бы еще показать, в отношении которых было совершено Богом чудо, которое может быть сегодня надо тебе. Услышишь ли ты? Вспомнишь ли ты, вот когда будет молитва, ты уразумеешь ли это, что эти два свидетельства, и три, они говорят о том, должны тебе говорить о том, что если Он это сделал для них, Он хочет это сделать для тебя. скажи на это твердо аминь. Именно этого хотел Иисус. Он не сказал, смотрите, нам жертвуют деньги. Он не сослался на какой-то другой выход из этой ситуации. Он сразу сказал, давайте думать о чудесах. И я вам хочу сказать, в заключении мы сейчас помолимся вот за исцеление, кому надо, да, какое-то чудо в жизни, какая-то сила Божия, для какой-то ответа. И я хочу сказать тебе одно, что дьявол, знаете, вот еще его называют антихрист. Слышали такое? Ну, я думаю, что все слышали. Антихрист. Это значит, такой же только наоборот. Антипомазанник. Он все делает наоборот. Но он ничего нового придумать не может, поэтому он берет то, что есть, и использует во зло. Что я хочу сказать? Он делает то же самое. И многие из вас живут в свидетельстве, знаете, не в свидетельстве, а вот этом антипророческом духе дьявола. Что ты такое говоришь? Смотрите, как это работает. Когда я тебе сейчас говорю, Бог хочет тебя исцелить. Первое, что приходит часто на ум, это я молюсь уже долго. Вчера, позавчера за меня много молились, возлагали руки, и вообще у меня в жизни все плохо. Никогда Бог мне не отвечал. Когда ты спрашиваешь у человека, знаешь, есть какое-то основание, почему в твоей жизни может быть хорошо? Он говорит, нет. Почему? Мой отец так жил, знаете, вот как оленые предки. Дед так жил. В моей жизни одно плохое. Знаете, что это сейчас он говорит, этот человек, когда вот это свидетельствует? Точно так, как свидетельство Иисусова есть дух пророчества к чудесам, есть свидетельство антихриста, которое есть лжепророчество к твоей будущей жизни. Он говорит, все будет так же плохо. Почему? Ну потому, что вчера было плохо и позавчера было плохо и третьего дня было плохо. Посмотри на своих родителей, посмотри на своих там каких-то родственников, посмотри по сторонам. А у кого-то есть хорошо. Иногда даже те, кто называют себя верующими, посмотри на них, почему ты думаешь, что у тебя будет что-то хорошо. И ты стоишь перед выбором. Вот этот говорит и хочешь, чтобы в твоей жизни сбылись его демонические пророчества. И я сегодня представляю перед тобой свидетельство Божьей славы только по одной причине. И я хочу, чтобы этот дух свидетельства Иисусова, дух пророчества на твою жизнь был высвобожден и явилась сила Божья. Когда ты сегодня будешь взывать к Богу о своей ситуации, я тебе хочу сказать, и либо ты опираешься на то, что у тебя было плохое и продолжаешь так жить, либо отметаешь это в сторону. Библия нам говорит, как это делать. Есть три шага. Три причины, почему это должно работать в твоей жизни. Ты хочешь их услышать? Ты хочешь их услышать? Откровение 12.11. Золотой стих Библии говорит, они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти. Здесь есть три пункта. Значит, недостаточно просто тебе в жизни, если ты не знаком с Иисусом, говорит, вчера и позавчера все было хорошо, сегодня будет тоже хорошо и завтра. Нет. Потому что первый пункт написано кровь Иисуса. если есть люди, которые верят в завтрашний день. Вера в завтрашний день это самая страшная ложь вообще в мире. Потому что любая вера во благо написано, никто не может положить другого основания. Это кровь Иисуса. Почему Иисус хочет, чтобы его свидетельства сбыли в твоей жизни? Какая гарантия? Вот первый пункт он отвечает на этот вопрос. Он говорит, моя кровь. То, что я сказал, то, что я высвободил, то, что я хочу, чтобы сбылось в твоей жизни, я кровь за это пролил. Веришь? Теперь веришь. И поэтому тот, кто, знаете, есть такие методики. Говори, что все будет хорошо. Говори, 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 говори. Нет. Если там нет крови Иисуса, это все болтовня. Это может помочь на некоторое время, но это не поможет навсегда. Амэн. И он говорит, поэтому они, это мы, святые божьи люди. Мы святые. Да, Бог тебя так называет. Прими просто это как подарок, как факт, как зрение Бога в твою жизнь. Святой божий человек, он побеждает дьявола, который пытается навязать. Он говорит, нет, так не будет, как ты говоришь. Почему? Почему? Потому что была кровь Иисуса. Это первая причина. Вторая. Мое исповедание. Я говорю, если это было у них, если Иисус ради своей крови, своего имени делал это для них, Он сделает это для меня. Сегодня. Амэн. Это вторая причина. Согласишься ли ты говорить это? Эй, друг, ты согласишься говорить, что раз это сделано для них, когда ты выйдешь сюда на молитву, можешь ли ты говорить? Он сделал это для Оли, Он сделал это для Леши, для Даши, еще одна тысяча людей, миллиона людей. Я не вижу ни одной причины, почему Он не может это сделать для меня. И есть убедительная причина. Он пролил за это свою кровь. Заплатил. Амэн. И третье. Оля говорит, когда я вышла первый раз на покаяние, я плакала. Но, говорит, плакала не потому, что меня что-то осенило от Бога, а мне было жалко себя. Это была одна одна самая главная причина, почему она не получила свое освобождение сразу. Она могла быть моментально исцелена и освобождена. Если бы не одно но. Ей было жалко себя. И третий пункт, он говорит, и не возлюбили души своей даже до смерти. Тебе не надо себя жалеть. Тебе надо верить Богу. От того, что ты придешь сюда и будешь плахать и говорить, Господи, я несчастный человек. Он говорит, а я говорю, ты святой человек. Я болею и болею, я вообще не вижу выхода. Он говорит, я дал тебе выход, кровь моя и слово свидетельства. Что, как это совместимы последние два пункта? Он говорит, хоть бы ты даже умер, продолжай говорить, что это для меня. Амэн. Давай Богу славу сейчас дадите. Женщина, знаменитый пример Библии, я сейчас его приведу и мы уже начинаем молиться. Знаменитый пример библейский, женщина с кровотечением. Там написано, 12 лет с нее текло, знаете, ей было плохо. Я знаю такие случаи, это человек обессиленный, ему вообще все, ну просто. потратила все деньги. Послушайте, была 12-летняя история о том, как все было плохо каждый день. Но достаточно ей было находиться там, где был Иисус и увидеть то, что он делает для других, чтобы начать безжалостно к себе говорить, а если прикоснусь, почему? Ну они же помогают. Она стала это говорить по причине, думать по-другому. 12 лет все было плохо, но эти толпы вокруг него, этот ажиотаж вокруг него, эти чудеса, которые я слышу, вижу, вот что меня вдохновляет, решила она, прочь всякое самосожаление, бегом к нему, схватиться за одежду, чего бы это не стоило, и больше не жалеть себя. И она победила дьявола, который одолевал ее 12 лет своей веры. Иисус обернулся, сила вышла из него, он говорит, кто это сделал? Говорит, да тут вокруг тебя толпы, все тебя касаются. Говорит, нет, нет, нет. Это был тот, кто решил победить дьявола в своей жизни. Это тот, у кого была вера, потому что видит свидетельство. Зачем отрицать? Зачем верить в ложь? Зачем верить Антихристу? Верь Богу, который сегодня называет несуществующее, как существующее. В твоей жизни еще что-то не так. Он говорит, все так, все так, я заложу новое основание. Восстановятся развалины. И я тебе хочу сегодня сказать, в чем заключается это основание. В Салмах есть такое место, где цитируются враги души твоей, говорят, знаете, как враги, как будто твои говорят, разрушай его, разрушай это основание. Почему враг так хочет разрушить твою жизнь до основания? Почему употребляется это слово? Почему мы сегодня говорим восстановление развалин? Очень просто. Дело в том, что основание это то, что не видно взгляду, не видно глазу, фундамент дома, он в невидимой сфере. Точно так, если ты разрушен внутри, ты не выстроишь свои жизни. Но Бог говорит сегодня, в Писании сказано, никто, услышь, никто не может положить никакого другого основания, кроме того, которое дал Бог, Иисус. Он говорит сегодня, что если в твоей невидимой сфере, которая не видна взгляду, будет Иисус, говорит, стены будут расти. Он говорит, ты восстановишь древние развалины. Сколько бы лет не было твоим развалинам, мы показываем этот флайер, говорю, восстановление развалин. А кто-то на улице говорит, я не развалин. Вы машины в ремонт принимаете или что вы делаете? Какие развалины? Я говорю, развалин это ты, если внутри тебя не живет Бог. Что бы ты ни говорил, и какой бы гладкой не выглядела твоя жизнь, это вопрос времени. Поэтому сегодня в невидимой сфере, почему дьявол так хочет добраться до основания, он знает. В Библии сказано, если разрушены основания, даже праведник ничего сделать не может. И если у тебя нет отношений с Богом, если внутри тебя не живет Святой Дух, невозможно восстановиться. Ты можешь что-то подкорректировать, но вода напрет на этот дом, он рухнет. Согласишься ли ты, чтобы Бог заложил в тебя это основание сегодня? Захочешь ли ты услышать то, что тебе сегодня говорят за сверхъестественные вещи? Сегодня это для тебя. И я хочу, чтобы мы сейчас поклонялись Богу. Мы сейчас будем играть эту песню. Если тебе нужна молитва за исцеление, если тебе нужна молитва за восстановление, молитвенники, выйдите сюда. Кто у кого есть вера молиться за людей сейчас? Вот эти служители Божьи, они будут сейчас возлагать руки. Анжелика, иди сюда. Есть среди них те, через кого Бог исцеляет, освобождает, пророчествует твою жизнь, тебе это нужно, выходи сюда, когда будет играть эту песню, и я тоже выйду, буду молиться за людей. Дадим Богу возможность привести в исполнение Его святое, непоколебимое слово. Давайте сейчас поднимемся. Если тебе нужна молитва, выходи вот здесь, вперед, под сцену, пока играет эта песня. Те, кто стоят в рядах, начинайте молиться, пусть сила Божья будет явлена. Выводите людей группа порядка. Вперед. Война. Пойдем. О, ащила рамах и тум лэши. Сын чистый бог не ливи да свой славный на боках с тобой сверху души бог не ли Достой, отстой, отстой, Затем речи все могучи, О, пленный ты, как сквозь славы, Ополняйся, родой, все могучи, О, пленный ты, как сквозь славы, Ополняйся, родой, все могучи, О, пленный ты, как сквозь славы, О, пленный ты, как сквозь славы, Ополняйся, родой, все могучи, О, пленный ты, как сквозь славы, 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 Дорогие друзья, я сейчас хочу еще совершить одну молитву. Перед этим я задам один вопрос. Подумай сейчас, вот ты живешь, жизнь идет, жизнь несется. Если бы сейчас тебе сказали, что сегодня, Извините за это слово, Что сегодня ты умрешь. Вот вышел из этого здания и умер. О, такой поворот событий. Если бы ты точно знал, что это так, Я сейчас додаю тебе один вопрос И даю подумать 15 секунд. Веришь ли ты, что ты после того, как умрешь, Попадешь на небеса, и Иисус встретит тебя С распростертыми объятиями и скажет Войди в радость мою. Спасен ли ты? Заложено ли это основание, о котором мы сегодня говорим? Христос твоей жизни. Первый признак того, что оно заложено, Ты точно веришь и знаешь. Когда я умру, Бог примет меня с любовью, Не осудит меня за мои грехи. Ему нравится, когда ты имеешь это внутри. Не важно, в церкви ты или не в церкви. Считаешь ли ты себя верующим или не считаешь? Один вопрос. Если ты сегодня умрешь, будешь ли ты спасен? Если твой ответ нет или не знаю, Я тебе достоверно говорю, Ты не войдешь в небеса. Потому что написано, что туда мы входим Твердой верой. И у тебя есть возможность сегодня Сделать этот шаг. Я приглашаю, вот я даю буквально там 20-30 секунд, чтобы выйти сюда И мы совершим эту молитву Восстановление развалины. Когда Бог заложит свое основание внутри тебя. И когда ты вышел сюда, закрывай свои глаза и молись. Иисус, положи в меня новое основание. Спаси меня. Молись, исповедуй свои грехи. За свою жизнь говори. Все, что тебе сейчас из сердца льется, Говори перед ним. Выходи с меня. Я слышу зов мягкий, нежный, Ты родной для меня. И хочу я статься прежним. Сокружу я твоей любовью. Сокреста я слышу зов мягкий, нежный, Ты родной для меня. Иисуса не стыдишь. Выходи вперед. Получай свое спасение. Получай новый день в твоей жизни. Я слышу. За честь крест Христа. Если ты вышел, закрывай сейчас свои глаза и подними к нему руки. Закрытые глаза – это знак того, что ты ожидаешь из невидимого мира, от Бога, с небес, не от меня, не от человека. Поднятые руки – это свидетельство того, что ты ожидаешь с неба. Тебе нужен Бог. Тебе не нужен сейчас человек. Тебе нужен только Бог. Твой Иисус, твой Спаситель, твой родной Господь. И когда ты с закрытыми глазами сейчас, воздев руки, стоишь, повтори за мной эту молитву от всего сердца. Скажи, Бог Отец, я прихожу к тебе во имя Иисуса Христа, твоего Сына. Прости меня за все мои грехи, за всю мою жизнь, что я тебя не знал. Но сегодня, в этот день, при всех людях я говорю, ты мой Бог. Прости меня, прими меня, измени меня. Пусть твое основание ляжет во мне. И я никогда, никогда не останусь таким, как был. И отдаю тебе свою жизнь. И отдаю тебе свои осколки. Собери меня. Сделай целостным. Я иду за тобой, Иисус. И пусть прославится твое имя через мою жизнь. Скажи, Аллилуйя. Аминь. И можешь поаплодировать тому, кто дарует жизнь. Аллилуйя. Дорогие друзья, я поздравляю вас. Я верю, что это была горячая молитва. Повижу слезы на глазах. Радость, свет. Пусть у тебя будет перемена. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова